Приветствую вас на канале Семейное Дело, с вами Буката Сергей. Этот видеоролик – вторая часть рассказа об изготовлении надежных дверей. В предыдущей серии мы остановились на изготовлении каркаса. Как вы помните, сборка производилась на 38 шкантах. Для многих зрителей это явилось неожиданностью, кое-кого повергло в шок. Ну а большинство, все-таки этот способ крепления восприняли вполне адекватно. Особенно те мастера, которые знакомы с технологией изготовления дверей в Европе и конкретно в Германии. Сборка на шканты столярных изделий там распространена довольно широко. Обусловлено это тем, что такой способ на данный момент времени наиболее технологичен. В первую очередь он подходит тем производствам, на которых используются присадочные станки или обрабатывающие центры. Ручной присадочник мафель также относится к группе станков и инструментов, применяющих систему 32 мм. Эта система международная, она позволяет унифицировать многие операции и связывать в производственной цепочке оборудование разной степени сложности, которую может себе позволить производитель. Бывает так, что какую-то часть деталей мы присаживаем с помощью обрабатывающего центра, а какую-то с помощью присадочника мафель. Потом эти детали собираются в одном изделии, но тем не менее, несмотря на то, что они обрабатывались разными станками и инструментами, их сопряжение идеально. Все это потому, что использовалась система 32 мм. Касаемо прочности шкантовых соединений, уверяю вас, они вполне надежны. Применяем такую технологию мы уже больше 15 лет. Все 100% изделий с применением этой технологии чувствуют себя отлично. Мастеров, которые исповедуют дедовские способы изготовления столярных изделий, я не пытаюсь ни от чего отговорить или в чем-либо убедить. Делайте так, как вам нравится и так, как вы считаете нужным. Мы же в своей мастерской пытаемся искать новые подходы, стараемся использовать современные материалы и инструменты. До сих пор такая стратегия была оправданной. А что будет дальше, покажет время. Так или иначе, для того, чтобы работа была в радость и, кроме этого, приносила прибыль, с моей точки зрения, нужно двигаться вперед и вверх. В противном случае, нетрудно оказаться на обочине. Конечно же, все то, что я говорю, не касается хаббистов. Если столярное изделие делается для себя, в удовольствие, то, конечно же, и табуретку можно делать полгода. Скорость, технологичность, экономия материала. В таком случае, никого не волнует. Работать можно долго, не спеша, смакуя каждую операцию. Ведь главное в таком случае, не результат, а сам процесс изготовления. На этом лирическое отступление закончено. Возвращаемся к изготовлению дверей. Для изготовления обклада были склеены щиты. Перед этим вы видели процесс рейсмусования. Сейчас я фугую две противоположные окромки. Используется порода древесины ясень. Размер щитов по длине самой большой филенки. Конечно же, с небольшим запасом. Следующая операция – фрезерование калевки. В шпинделе установлена фреза, которая сформирует часть рисунка. Фрезеровать приходится, опираясь на кромку. Для этого был сделан специальный высокий параллельный упор. Сбоку щит ограничен прижимами. Они довольно мощные. Соответственно, отклонения щита по вертикали не происходит. Фрезеруются две противоположные окромки. Это ускоряет процесс изготовления. Прошу обратить внимание, что обклад я делаю не из отдельных реек, а из довольно широкого щита. В первую очередь, таким образом решается вопрос безопасности. Во вторую – рациональное расходование материала. Ну и в третью – так намного удобнее. Калевочная фреза практически создала нужный нам профиль. Но для полной картины не хватает одного радиуса. Я его сделаю с помощью ручного фрезера. На нем установлена фреза R10. Обрабатываю сначала одну сторону, а затем вторую. После этого на форматно-раскроечном станке отпиливаются две рейки обклада. Ну а дальше все по новому кругу. Фугую, фрезерую на станке, затем фрезерую фрезером ручным и снова на форматный станок. Щит понемногу уменьшается. Когда его уже невозможно держать в руках, беру следующий. Количество рейек обклада, конечно же, делаю с запасом. От ошибок никто не застрахован. А настраивать по новой станке совсем не хочется. Дальше моя задача выпилить четверть. Именно выпилить, а не отфрезеровать. Ясень очень твердая порода. И, соответственно, делать эту операцию лучше с помощью пилы. У нее значительно больше режущих пластин по сравнению с фрезой. Понятное дело, что это лучше для меня. Возможно, кому-то лучше фрезеровать. Параллельно с изготовлением обклада дверей фрезеруются филенки. Как вы помните, мы изготавливаем 4 дверных блока. Соответственно, и декоративные сюжеты на филенках будут разные. Конкретно на этой филенке фрезеруется олень. Понятное дело, что сюжеты по дну выбирал заказчик. Эти двери соответствуют интерьеру дома, в котором будут установлены. Для фрезерования используем несколько станков. Кстати, станок, который я покупал для своего цеха, уже запущен. Понемногу осваиваю приемы работы. Пишу уже примитивные программы. Курс молодого бойца пройден. Очень благодарен своему сыну Илье, который помогает в освоении этих премудростей. Скажу честно, в мои уже почти 60 лет, это не так уж и просто. Но после небольшого периода отчаяния и мыслей, типа, нахрена я с этим связался, наступил переломный момент, и такая работа начала меня увлекать. Надеюсь, что такие упражнения отодвинут момент старческого маразма. Так или иначе, дело пошло, и я уверен, оно будет развиваться. Пиленки фрезеруются, а я продолжаю работу с обкладом. Сейчас моя задача снять три фаски. Несмотря на то, что я предпочитаю использовать электроинструменты и станки, ручные инструменты тоже иногда находят применение в моей мастерской. Конкретно в этом случае снятие фасок вручную более эффективно, чем настройка станка. Для этой операции использую немножко доработанный зензубель. Посередине его подошвы сделана направляющая, глубиной около 1,5-2 мм. Благодаря ей рубанок легко позиционируется на детали. Одно движение и фаска снята. Предвижу вопрос, зачем снимать фаску? Не проще ли притупить острые края с помощью наждачной бумаги? Смысл снятия фаски в том, чтобы места прилегания обклада к филенке были немного поднутренны и невидимы. По сути дела, это тот же термошов. При сезонном колебании температуры и влажности, возможная разница цвета обклада и филенки будет невидима. Кстати, это ответ тем мастерам, которые спрашивают меня, почему я заранее не прокрашиваю фигарейные поля филенок. Именно потому, что простое прокрашивание проблемы не решает. Нужно делать небольшую фаску. В дорогих комплектах фрез для изготовления дверных полотен этот момент реализован. Хотя на самом деле стопроцентного решения этой проблемы нет. Вернее, оно есть, но для этого основой филенки должны быть композитные материалы, например фанера. Массив по-любому будет двигаться и места сопряжения филенки и обклада или каркаса рано или поздно себя проявят. Применение фаски значительно уменьшает эту проблему. Конечно же, если филенка двигается на 5-7 мм, то никакие фаски и прокрашивание не помогут. На этом этапе можно начинать собирать периметры обкладов. Одну из сторон, которая зарезается на ус, я буду запиливать на форматно-раскроечном станке. Для этого у меня есть вот такое нехитрое приспособление. Оно легко и без проблем фиксируется в Т-образном пазу направляющей каретки. С помощью станка я запиливаю только одну сторону. После этого прикладываю деталь к проему и делаю отметку. Кроме отметки по длине, также помечаю направление заусолки. Это просто для того, чтобы избежать ошибки. Противоположную заусолку я произвожу с помощью торцовочной пилы. Для этого настраиваю упор по длине и делаю заусолку всем 12 одинаковым деталям. Остальные детали обклада делаются по такой же схеме. Следующая операция – присадка гнезд под ласточку Хохмана. Использую для этого свой самодельный станок. Произвел настройку по ширине заготовки, а также глубину врезания фрезы. Дальше запуск фрезера и сама по себе присадка. В результате имеем гнездо по форме напоминающее ласточкин хвост. Рейки обклада готовы, можно начинать сборку. Наношу клей на торцевые части деталек. Используемый клей ПВА-Д3. После этого совмещаю детали между собой и забиваю шпонки в гнезда. Они имеют немножко конусную форму и при погружении шпонки в гнездо стягивают между собой детали. Таким образом угол как бы самозапрессовывается. Никаких струбцин или стяжек для фиксации не требуется. После сборки рамки спиливаю выступающую часть шпонок. Для этого применяю реноватор. Также немного прошлифовываю поверхность. Обклад готов. Некоторые мастера делают обклад не в виде самонесущей рамки, а сразу же фиксируют его к каркасу. В таком случае по-любому появятся зазоры в угловых соединениях обклада. Конечно же не сразу. Немного позже, когда двери уже будут установлены в заказчиках. Если мои советы кому-нибудь нужны, изготавливайте обклады по такой технологии, которую я только что показал. Можно ли фиксировать обклад к каркасу без предварительной сборки деталей между собой? Ответ. Да, можно. Но для этого его сечение должно быть очень небольшим. Практически это уже должен быть штаб или штапик, как его еще называют. Пока я занимаюсь обкладами, Ваня форматирует каркасы дверей. В комментариях под первым видеороликом кто-то спрашивал, почему я при сборке каркасов использовал кияднку без проставки. Ответ очевиден. Каркасы после сборки и склейки форматируются. Соответственно, возможные вмятины, которые могут появиться из-за того, что не использовалась проставка, просто отпиливаются при форматировке. Этот станок позволяет настраивать два перпендикулярных упора на подвижной каретке. Это предотвращает сдвиг полотна при форматировке. Опция очень полезная. Используется нашими ребятами практически постоянно. После форматирования нужно притупить острые кромки. Эту операцию произвожу ручным фрезером. В нем установлена фасочная фреза. После снятия фасок шлифовка кромок. Иногда кромки дверей мы фанируем. Или шпанируем, проще говоря. Но в этом случае этого делаться не будет. Вопрос решится финишной отделкой. Пришло время фрезерования фигарейных полей филенок. Тот, кто смотрел первую часть об изготовлении этих дверей, Помнят, что каркас у нас облицован 3 мм ХДФ и шпоном. Зачем это делалось, я объяснял в первой части. Филенки ничем не облицованы. Это просто цельноламельный щит. Сейчас моя задача отфрезеровать фигарейные поля. Как вы видите, при фрезеровке используются две фрезы. Верхняя и нижняя. Таким образом, мы получаем идеальную толщину фигарея по всему периметру. Для того, чтобы филенка имела постоянный подпор, К направляющим прикручена небольшая рейка. Эта рейка, расположенная между верхней и нижней фрезой, Обеспечивает безопасную комфортную работу. Вроде бы совсем небольшое дополнение, но польза очень большая. Для достижения требуемого размера делаю несколько проходов. Для этого перенастраивается параллельный упор. Для безопасной и чистой работы требуется три прохода. Чтобы убедиться в том, что толщина фигарейного поля подходящая, Делаю примерку. Устанавливаю филенку и прижимаю обкладом. Получилось все нормально. Можно переходить к следующему этапу. Следующий этап – финишная отделка. Все компоненты дверей пошлифованы. Пыль удалена. Приступаю к нанесению красителя. Он же Бейтс, он же Морилка. Разные мастера называют по-разному. И хотя между всеми этими понятиями есть определенная разница, Суть происходящего от этого не меняется. На данном этапе, как вы видите, Производится отделка отдельных компонентов дверного полотна. Первым делом прокрашиваю более светлые участки. После этого наношу краситель всплошную. Таким образом достигается более-менее ровная тонировка. В любом случае, разнотональность меня никогда особо не напрягала. Главное, чтобы это не было совсем уж пестро. Стараюсь наносить краситель под разными углами. Как вы видите, светлые и темные участки практически нивелировались. Дальше – нанесение грунта. Использую полиуретановый грунт Илва Италия, поставщик ЛТЛ Групп. Грунтование филенок произвожу в два приема. Нанесение на одну из сторон, сушка, И затем последующее нанесение на обратную сторону. Филенки и обклады сохнут. Я перехожу к каркасам. Как вы видите, они у меня укреплены в специальных стапелях. Или мольберты, как называем мы их в своей мастерской. Стапеля регулируемые для разных дверных полотен и по ширине, и по длине. Также можно установить требуемый угол. Для этого есть специальный делительный диск. Сделанные эти стапеля были 17 или 18 лет назад. Покрашены в них были несколько десятков тысяч дверей. Надеюсь, да в принципе и уверен, что это будет продолжаться и дальше. Каркасы подготовлены. Приступаю к нанесению красителя. Пока я занимаюсь каркасами, Ваня шлифует грунтованные филенки. Благодаря грунтованию устраняются небольшие неровности и поднявшийся затвердевший ворс. Без грунтования его удалить практически невозможно. Иногда вместо грунтовки для этой цели используют раствор воды и клея ПВА. Также подходит нитроцеллюлозный лак. Шлифование производится так называемой мочалкой. Поролоновая губка с нанесенным на нее абразивом. Шлифует она довольно деликатно и пригодна для рельефных поверхностей. Каркасы, так же как и филенки, были погрунтованы, пошлифованы. И сейчас пришла пора смонтировать обклады. Для фиксации использую клей ПВА, а также шпилечник. Выступивший клей удаляется. После фиксации обкладов с одной стороны, каркасы переворачиваются. Укладываем в проемы филенки. Перепутать их невозможно, так как дверные полотна все разные по размеру. И теперь снова операция повторяется. Нанесение клея на обклады и фиксация их с помощью шпилечника. Вот только на этом этапе дверное полотно собралось в кучу. Все компоненты дверей прокрашены по отдельности. Подошел момент изобразительного искусства. И поможет нам в этом патина. Термин патина имеет несколько значений. Для нас на данный момент это краситель, который не имеет связующего. Есть только растворитель. И чаще всего он на спиртовой или нитрооснове. Очень быстро высыхает и очень легко удаляется. Патиной мы будем усиливать игру света и тени. Соответственно, рельеф будет более ярко выраженным. Патина, как и любой другой краситель, очень жидкая. Соответственно, вероятность ее выплескивания через крышку очень большая. Чтобы не испортить изделие, рекомендую надевать на бачок краскопульта носок. Будет он новым или старым, зависит только от успешности вашего бизнеса. Наливать патину в бачок нужно небольшими порциями. Пигмент красителя тяжелый и оседает очень быстро. Ну а дальше включайте в себе художника и вперед. На этом этапе вы можете улучшить изделие, можете испортить, но таким, как прежде, оно уже не будет никогда. Тем не менее, все эти понятия субъективны. То, что не нравится одному, вполне может понравиться другому. Главное на этом этапе получить удовольствие от работы. Даже мнение заказчика рекомендую игнорировать. Если что, скажете, я художник, я так вижу. Так или иначе, мне этот момент финишной отделки нравится больше всего. Однотонные покраски я люблю не очень. Или, если перестроить фразу по-другому, очень не люблю. Теперь берем в руки скотч брайт. Это такой специальный абразивный материал. И начинаем удалять патину. В итоге, безликая картинка понемногу приобретает объем и выглядит намного интереснее. Кроме этого, у патины есть еще одно положительное качество. Она делает более темными углубления. И, соответственно, в будущем пыль, которую невозможно удалить ни с помощью пылесоса, ни с помощью тряпки, будет выглядеть естественно. После патинирования последняя операция – лакировка. Используется полиуретановый лак фирмы Илва, Италия. Его артикул я показывал на экране. Наносить желательно не меньше двух слоев с промежуточной сушкой. Ну, вот, в принципе, и все. Дверное полотно готово. Остается дождаться его высыхания. Если ролик вам понравился, или вы увидели в нем что-нибудь полезное для себя, поставьте лайк. Буду благодарен, если поделитесь этим роликом со своими друзьями или знакомыми. Не забываем подписываться на канал, если еще не подписаны. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!